Во всех, потеряв все ценное, ради чего живут люди, пустой, истощенный, потерянный, без малейшей надежды на какой-то выход, поломанный физически и морально, вообще не понимающий, что со мной происходит. После сильнейшего трехмесячного запоя я каким-то чудом оказался в анонимных алкоголиков. И это была моя последняя инстанция, куда я мог прийти со своей проблемой, со своей бедой. И все остальные места уже были пройдены, и кодировки, и шаманы, и иглоукалыватели, и больницы, все было пройдено. Никаких результатов мне это не принесло, положительных. На какое-то время где-то я оставался трезвым, но потом все возвращалось на круги своя. И все мои идеи тоже кончились, как я могу, я помешаю, я поменяю, я буду пить только утром, там, утром нет, только вечером, только по выходным, только пиво. Все это у меня не срабатывало, было много попыток различных. Вот, и я видел просто, что умираю, просто умираю на глазах на своих, и скоро алкоголь меня убьет. Вот, и пришел я в анонимные алкоголики с единственной целью, привела меня высшая сила туда, с единственной целью просто избавиться от этой заразы, избавиться. Я не сильно-то верил в том, что что-то получится после стоких попыток, но какая-то маленькая надежда, да, подогреваемая желанием жить, она все-таки теприлась еще во мне. Вот, и это желание выжидало мне некоторое смирение и готовность слушать людей и предпринимать действия по избавлению от этой напасти. Я вообще ничего не понимал, что происходит, да, я не понимал, как это работает, чем они там занимаются, что за новое для меня какое-то общение присутствует в их лексиконе, вообще ничего не понимал. Духовные принципы, духовные, это было, я был далек от этого. Но, с другой стороны, я видел счастливые, улыбающиеся лица, людей, которые рассказывали свои рассказы, и я идентифицировал себя с ними. Единственная разница была в том, что они улыбались, а я уже забыл, как 10 лет, наверное, как я не улыбался, я просто забыл, что это такое уже. У меня не было поводов для этого. Вот, и я был называться кем угодно, алкоголиком, наркоманом, козлом, уродом, мне было не важно уже. Да, лишь бы выздороветь, лишь бы избавиться от этого. Я в то время еще не понимал эту проблему, как понимаешь сейчас, да, допустим, кто такой алкоголик, и что это за напасть. Я не знал, что это болезнь, что это за напасть, откуда наберется всякие симптомы, термины, методы, корни. Но точно я одно знал, да, что когда я начинаю пить, я не в силах остановиться. Вот это я знал, это я видел. Вот, я знал, что до того, как я начинаю пить, я всегда надеюсь, что смогу остановиться после двух-трех рюмок. Я в это верю. Но почему-то, когда начинаете, мысли уходят. Я нахожу себя на завтрак где-то после сильнейшего запоя, да, похмеляющимся, не помнящим, что было вчера. Но знающим, сто процентов, я был всегда уверен, что в любом случае что-то случилось. Я всегда боялся, стеснялся поднять телефон, выйти из дома, потому что мне потом рассказывали, и мне так было стыдно. И я не представлял, как это могло случиться, жалеющим себя, да, жалующимся на судьбу, и не понимающим, как же это опять со мной произошло. И в это время, и в то же время продолжающимся пить, и пить, и пить. В таком состоянии я давал себе слово, клялся себе, клялся родным, клялся друзьям, что больше этого не будет, что как только я выйду из этого запоя, я больше не притронусь к алкоголю. И самое интересное, что я в это верил. Я просто в это верил, я искренне верил, что больше никогда я не начну. Но, как оказалось, потом, когда я увидел это в трезвом глазах, что ни одно мое решение завязать, прекратить, оно не имело под собой силы. Просто не имело. Проходило несколько дней, и в голове начинала появляться мысль, да, как у нас называют, навязчивая идея выпивки. Вот. И вторая мысль, что вот в этот раз мне удастся проконтролировать себя, и все будет хорошо. Я в это верил. Эта мысль вытесняла все-все-все мысли, которые, и идеи, и решения, которые я принимал до этого, вот, вытесняла из головы события последнего запоя, его последствия. Их не оставалось в голове, да, когда появлялась эта мысль. Я видел только алкоголь, у меня было только желание пить. И все это было на трезвую голову. Куда девались мои решения, я не мог понять. Вот. И как кролик, да, я брел в пасть Кудаву в очередной запой. И это был замкнутый круг. И вот я попал в сообщество. И постепенно в сообщество я начал приобретать кое-какие знания, да, о своем состоянии. Я понял, что у меня эта болезнь, что болезнь хроническая, смертельная, прогрессирующая. Вот, что я определяю два симптома, оказывается. То есть, как у нас говорят, две формы бессилия. Это когда я начинаю пить, я не могу остановиться. И что самое страшное, это проблема моего мышления алкогольного. Что как бы сильно я не хотел, я не могу отказаться от алкоголя. И все. И выбора у меня больше нету. Пить или не пить. И контроля над выпитым у меня тоже больше нету. И круг этот замкнулся у меня. Но было в этом и хорошее. Я понял, что это болезнь. Это болезнь. Я же думал, что я там какой-то распущенный. У меня нету силы воли, хотя что-то в этом и было. Вот, что я наказан за что-то. Хотя тоже в этом что-то было, да. Но я не понимал, что. Когда я понял, что это болезнь, мне стало намного легче. И потому что в каждой болезни есть какое-то решение, какая-то таблетка. Вот. И у меня появилась некая надежда. Окей. И исходя из своего опыта уже, как я понял, про свои симптомы, я идентифицировал себя. Доли смирения и готовности. Мне не трудно было сказать, что я алкоголик. Вот. Хотя до этого я представлял себя алкоголикой другим. Я не представлял, что я алкоголик, у которого вот некие две формы бессилия. Я представлял этого вот мужика, да, бородатого, бездомного, грязного, беззубого, который стоит там, просит милостыню, собирает бутылки и так далее и тому подобное. Я представлял себе вот это. И поэтому, когда в употреблении мне говорили, я не мог себя идентифицировать. Вот. Потому что у меня не было знания об этом. Хотя бы каких-то знаний. Но это оказался не алкоголик. Как мне объяснили, это бомж. Возможно, он и не алкоголик. Возможно, он просто неумеренно пьющий. Что еще не значит, что он алкоголик. Вот. Поэтому алкоголик это что-то другое. Окей. И я принял себя как алкоголик. Не надо мне было много думать. Вот. И так же нетрудно мне было принять неуправляемость в моей жизни. Хотя в то время я думал, что ей управляет алкоголь. Сегодня это другое понимание, что же ей управляло. И так же нетрудно мне было принять, что только некая сила, какая-то сила более могущественная, как они ее там называли, более могущественная, чем я, чем моя сила, чем сила всех других людей, которые до этого безуспешно пытались мне помочь, может вернуть мне вот это самое здравомыслие и избавить от алкоголизма. Здравомыслие на то, чтобы я понимал, что я попал. Все. Я сам не смогу. Мне нужна помощь. Что сколько бы я ни был трезвый, если опять выпью, это все включится опять. На этом мне нужно было здравомыслие, и никто мне его не мог дать, кроме высшей силы. Вот. И в наличии такой силы я уже к приходу своему в анонимный алкоголике уже не сомневался. Так как явно видел, что все события от начала, так, моего последнего запоя, до попадания в анонимный алкоголики были некой вообще мистикой. И что-то извне руководило вот этим всем процессом. Я это видел. Сегодня история не о личной истории, а о дефектах, поэтому я не буду сильно останавливаться на этом. Но я видел, что что-то меня привело. Это был явно не я сам. Вот. И после того, как уже в сообществе я начал молиться, там ежедневно просить трезвости на каждый день, совершать некие на то время неосознанные поступки, несвойственные мне вообще, такие, как там, смиряться с какими-то вещами, не спорить с другими людьми, потому что это плохо для меня, чтобы доказать им что-то там, пытаться практиковать честность, перестать воровать, потому что я везде всегда всю жизнь воровал. Вот. Я начал получать некие знаки какие-то. У меня их было очень много. Вот. И, как у нас говорят, подарки выздоровления. Я начал реально их получать. И в них, в этом всем процессе, я видел проявление некой силы, потому что это не становилось вдруг. Я видел проявление этой некой силы. И постепенно оно переросло в понятие Бога, как я его понимаю. Вот. И я начал это понимать как Бог. Вот. Мои сомнения на эту тему больше не возвращались с тех самых времен. Что Бог есть, это не я. И что Он любит. И что если я иду Ему навстречу, Он ко мне прямо бежит навстречу. Я стал работать дальше. В третьем шаге я узнал, что я эгоист, оказывается. Я вообще этого не знал. Мне иногда говорили, моя первая жена говорила, Виталий говорит, мир вокруг тебя не вертится. Я вообще не понимал, о чем она говорит, вообще не понимал. Я говорю, он не вертится вокруг меня. Ну, ты-то должна вертеться. Что значит? Ты же жена моя. Вот. Ну, и подсознательно, конечно, неосознанно, я требовал это и от других людей, и от всего мира. Окей? То есть, не совсем легко было это принять, понять это, что я эгоизм, эгоист, и что не алкоголь. Не алкоголь совсем моя проблема. Вообще не моя проблема алкоголь. Не совсем легко было в это поверить и принять. Я ведь думал, что у меня это проблема с алкоголем. Я для этого и пришел в анонимный алкоголик. Но оказалось, что проблема, конечно, намного глубже. И заранее скажу, что алкоголизм был симптомом этой внутренней проблемы, этой более глубокой проблемы, которая находилась во мне, которую мы называем эгоизм, эгоцентризм, и которая описана как корень всех моих проблем. Вот. Ну, с этим предстояло, конечно, разобраться. Вот. Тем более, что, как мне объяснили, если я не разберусь, не разберусь с этим, то начну опять пить, и, скорее всего, я умру. И у нас висели всякие таблички на стенах, и одна из табличек говорила, если не изменишься, запьешь. А этого я больше всего боялся. И я еще тогда не понимал, в чем я должен измениться. Я не понимал. Вот. Ну, это было тогда. И я был готов. Я был готов на какие-то действия слушать, принимать, не спорить и делать. Вот. И мне объяснили, что в моем характере есть некие изъяны и дефекты, да, которые в трезвости не дают мне испытывать, как у нас в книжке написано, чувство легкости и комфорта. Вот. Это вот эти эгоистические мои принципы, которые сталкивают меня со всем миром. Вот. И вызывают во мне, опять же, как из книги, беспокойство, раздражение и неудовлетворенность. Это все вызывает во мне. И совсем это не алкоголь. Потому что алкоголь на каком-то первом этапе, первом-втором даже этапе употребления, стазии, он давал мне очень много хорошего. Очень много хорошего. Я под ним мог, скажем так, горы сворачивать. Я хорошо зарабатывал, я хорошо знакомился, я хорошо себя чувствовал, просто замечательно чувствовал себя. Смелее, здоровее, умнее, мудрее. Чего только я не чувствовал. Вот. Пока он не стал уже моим врагом, как бы повелителем, не стал меня убивать. Поэтому я понял, что не алкоголь моя проблема. Окей? И в книжке написано, по дороге написано, что проблема моя в отсутствии силы от него отказаться, от этого алкоголя. Вот в чем она проблема. А корень всех этих проблем мой эгоизм. Потому что через эгоизм, через применение своих эгоистических принципов, я не даю этой силе, которая единственная сила, может мне помочь, войти в меня и помочь мне. Потому что я сам внутри переполнен вот этим вот эгоизмом, вот этими вот дефектами характера. И все это базируется на моей главной жизненной ценности. У меня главная жизненная ценность, это мое эго. Это мое эго. Оно руководит всем. Оно диктует мне принципы, по которым жить. Из принципов вытекают мысли, мысли переходят в действия, действия становятся привычками, привычки формируют мой характер. Вот. И вот в этом характере, который сформировали, сформировало мое эгоистическое эго, полно-полно вот этих самых дефектов характера. И все мои мысли и действия в той жизни были основаны на одном. Как получить для себя любимого то, что я хочу? Как мне устроить мою жизнь, чтобы было комфортно мне и только мне? Я иду и пытаюсь добиться этого, сметая все на своем пути. Образно, да? Применяя хитрость, изворотливость, обман, давление и прочие инструменты вот этого актера из нашей книги. Не помните, да? Вот. Я никогда не задумываюсь о чувствах и счастье других людей. Я ломаю свою судьбу, сталкиваясь лбами со всем миром и ломаю их судьбы. Вот. И как говорится, что посеешь, то пожнешь. Ничего личного. Вот. За это я получаю то, что я получил. И книга говорит мне, что для того, чтобы решить все мои вот эти многочисленные проблемы, которые я комом насобирал, как внешние, так и внутренние, а внутренние важнее, вот, включая проблему алкоголизма и не сдохнуть, по-простому говоря, мне нужно начать вести новый образ жизни, некий новый образ жизни. Да? Наша программа это новый образ жизни. Это образ жизни или образец, по которому жить. Вот. Естественно, раз мне его рекомендуют, значит, это явно не мой образец, значит, это явно не мой образ жизни, по которому я жил. И в этом образе жизни должны присутствовать элементы духовности. То есть, как мы называем, эти элементы это духовные принципы. Вот они-то и решат все мои проблемы, а проблема алкоголизма пропадет сама собой. Но для того, чтобы начать жить по этим новым принципам, мне необходимо избавиться от старых. Потому что если я не избавлюсь от старых принципов, не начну хотя бы избавляться, они просто не дадут войти в меня чему-то хорошему. Не дадут, они не освободят место. Внутри меня мое место внутри. Где внутри? Не в голове, в душе. Все находится в душе. В душе все занято эго. Эго заняло все, все пространство. И там нету места для Бога. Бог, как у нас написано в книжке, есть где-то начало, в каждом мужчине, в каждой женщине, в каждом ребенке он есть. Но мое пространство закрыло его. Мое личное эго закрыло его и не дает вырваться вот этому добру, вот этой любви. Вот. И мне предлагают освободись, брат, от этого. Освободись. Вот тебе программа, вот тебе 12 шагов. Освободись от этого. Вот. Иначе, там написано иначе, трое, три точечки. Да? Что понятно, что я просто умру от алкоголизма. Но, чтобы освободиться, если бы я мог освободиться, я бы уже давно освободился. Я видел, что что-то мне мешает. Я бессилен освободиться. И от этого я бессилен, оказывается. не только перед алкоголем, оказывается, перед своими вот этими дефектами характера. Мне нужна помощь Бога. Окей? Вот для этого мне нужен Бог. И в третьем шаге я прошу Его о помощи. В избавлении даю обязательства отныне впредь жить по Его воле. то есть припоручаю свою волю, свою жизнь Его, обозначая это как я отказываюсь от своей воли и начинаю жить по Его воле, под Его руководством. Вот. А Его руководство находится вот в этих духовных принципах. Вот. Он написали, сказали, вот это воля Бога для тебя. Давай, живи по Ним, исполняй Его. Окей? И вот с этим всем багажом я подхожу к четвертому шагу. Для того, чтобы увидеть эти свои дефекты характера. Какие они у меня, я же еще не знаю. Я знаю, я эгоист. Да. Но мне же нужно увидеть проявление этого эгоизма. Там же куча проявлений. Помните? Ведомость сотнями форм страха, самообмана, свои корыстия. Что там только нету. Вот. Я подхожу к четвертому шагу, чтобы это все увидеть, осознать всю ущербность для себя и других людей и научиться новому взгляду на всю эту ситуацию и приобрести опыт избавления от этого с помощью высшей силы. И этот опыт мне нужен для того, чтобы использовать в дальнейшей своей жизни. Вот. И это не простая работа, это глубокая, бесстрашная элементаризация из себя любимого. И в этом шаге я узнаю вот так таких проявлений своего эгоизма или дефектов характера, как обида, страх, корысть, нечестность, эгоистические отношения к людям, на примере, допустим, сексуальной нейтрализации. Вот. И это индикаторы моего духовного заболевания. Моего духовного заболевания. Уже не физического, не психического, а духовного заболевания. Если в первом, втором шаге я узнаю о болезни, о самой болезни, принимаю жизненно важные решения, что я бессилен, что мне нужна сила, помощь, я готов принять ее, что моя жизнь неуправляемая, что я готов поверить в силу более могущественную. Вот эти решения я принимаю в первом, втором шаге. Вот. то в третьем шаге я уже принимаю жизненно важные решения, которые станет, да, как пишут, краеугольным камнем варки жизни моей следующей. Это решение припоручить себя воле Бога, как я его понимаю. Вот. И шаги с четвертого по девятый вот это именно шаги работы над собой. Над своими, над выявлением вот этих вот дефектов характера, о которых мы говорим, над эгоистическими привычками. Вот. Это глубокие процессы, конечно, не свойственные мне вообще, но у нас говорится в программе, что мне нужно духовно расти. Это жизненно важно для меня. А духовно я расту путем того, что я принимаю и делаю вещи, которые я раньше никогда не делал и даже считал для себя откровенно неприемлемыми. И вот одна из этих откровенно неприемлемых вещей, которых я никогда не делал, да, это вот это копание в себе, как говорится. Вот это и не копание. Это вот есть, это инвентаризация четвертого шага. поэтому это глубокий процесс для меня и я понимаю на тот этаж, что духовная проблема, у меня духовная проблема есть, и что недуховные инструменты мне не помогут с ней справиться. Никакие недуховные, только духовные. Вот, потому что клин клином вышибают, духовное духовным. И в четвертом шаге я узнаю, что у меня есть от чего избавляться, да, узнаю, я анализирую там первопричину своих действий. Откуда же у меня вот мои эти действия, проявления этого эгоизма? Я пишу эту инвентаризацию ведь не для того, чтобы стать там белым и пушистым. Нет, у нас вот мы читали сегодня, да, что мы не святые, мы только хотим духовно развиваться. Мы не станем святыми, нам нужен прогресс. Окей? И я пишу для того, чтобы увидеть, что же блокирует меня от сияния Духа, вот который у меня внутри и который не может выйти, который не может мне помочь. Вот этот Бог, вот эта высшая сила, как я ее понимаю, а уже к тому времени я понимаю, что мне нужна необходимость с ней связи. Я без нее просто не справлюсь. Я без нее просто умру. Вот. И я спрашиваю себя, а что я хочу от выздоровления? Что я хочу? Ну, оказывается, я хочу быть счастливым, радостным и свободным. Я же не для этого бросал бухать, пить. Там полтора года, ну, день в день, по две группы в день я там ходил. Я не для того, чтобы нервничать, переживать, копаться в страхах своих. Тем более, что я вижу, что есть люди, которые улыбаются, им хорошо. Вот. И я хочу того же. Хочу быть радостным, счастливым и свободным. Но как я этот достигну? Я же сам себя не знаю. Кто хочет быть радостным, счастливым? Кто? Виталик? А какой Виталик? Я же даже не знаю, какой я вообще. И вот как раз четвертый шаг дает мне это понимание того, какой я. Одно из пониманий, какой я. Результат, который я должен достигнуть при выполнении этого шага, это список вот этих всех дефектов, один из результатов, которые мне мешают. Например, обида, злость, страх, эгоистические отношения, корысть с людьми, как я говорил, на примере сексуальных отношений. Провести анализ и сделать выводы, что и каким образом заслоняло меня от сияния духа, как у нас написано в книжке. Я должен установить вот этот контакт с ним и получить инструменты для применения в дальнейшей жизни инструменты, во-первых, новый взгляд и, во-вторых, осознанного контакта. Вот так я уже подошел к избавлению, вы заметили, от недостатков. Вот. Я должен в четвертом шаге получить доказательство того, что это работает. Вот. И доказательство того, что высшая сила вообще существует, если я прихожу неверящий в это. Вот. Я это применяю на практике в четвертом шаге, не просто, потому что у нас написано, что четвертый шаг это не покопаться в себе, это выявить и избавиться. Все, без сожаления. Выявить и ключевое слово избавиться. Вот. И прийти к пониманию того, как с помощью моих духовных недугов мир и люди управляют мной. Мир и люди управляют мной. Ведь меня кто-то обидел, обида мнимая или реально может у меня на полгода увести в самоконцентрацию. Я могу там вариться в этой обиде, а в это время все будет стоять. Я нигде не могу существовать нормально. Я нигде не могу ни работать нормально, ни относиться, ни жить в семье нормально. У меня обида. И это называется управляют мною. Через управляют мною. я сам мое эго управляют мною через дефекты характера. И я понял, что основным, главным, ведущим принципом выздоровления в этой программе это выявлять, узнавать и избавляться от этих моих дефектов характера. Это главный принцип выздоровления. Есть в программе два важных принципа. Важных, самых важных это принцип трезвости и принцип выздоровления. Так вот, я понял, что трезвости мне хватит. Если я буду ходить на группы, она будет мне дана. Если я буду ходить на группы, нести служение, говорить с новичками, вот, это мне даст трезвость. Но я же хочу быть радостным, счастливым и свободным. Трезвость мне этого не даст. Ведь это моя проблема-то в этой трезвости. Вот. А не дает мне быть в трезвости радостным, счастливым, свободным. Вот эти дефекты. Поэтому главный принцип самого выздоровления это выявлять, узнавать и избавляться именно от этих дефектов характера. На ежедневной основе. Постоянно находиться в осознании того, что происходит внутри меня. В осознании. Ведь я жил не в осознанности. Я делал поступки и вообще даже не понимал, откуда это идет. Я даже не задумывался, откуда это идет. Я думал, так и надо. Несмотря на то, что они там убивали меня, что они мешали мне жить, несмотря на это все. Я не осознавал. Теперь мне предлагается узнать, что мной руководит, какие мотивы, откуда все это исходит. Окей. И в пятом шаге я заканчиваю четвертый шаг. Вот. И не буду описывать весь шаг, как я его делаю. Мы идем постепенно к избавлению. Мы уже избавляемся. И в пятом шаге я продолжаю избавляться от всего этого, извините, дерьма внутри меня. Путем признания перед Богом собой и каким-либо другим человеком истинную природу этих моих заблуждений. Каких заблуждений? Что я во всем прав, что мне должны все потакать, что все должны соглашаться с моим мнением, что жена должна на цыпочках ходить, когда у меня там плохое настроение и так далее и тому подобное. Готовить, продавать, стирать, ложиться как надо, когда... Виталий, Виталий, ты пропал. Слышно у нас? Да, только стало слышно. До этого исчезло и видео, и звук сейчас появились. Алло, алло, меня слышно, ребят? Сейчас, да. Слышно. меня вырубило. Я извиняюсь. Вот. Окей. И в пятом шаге я учусь отделяться от своего эгоизма. Именно от него, который, вот он и является, да, причиной всех моих проблем и несчастья в жизни. Вот. И в книге написано, что я не должен научиться видеть свои недостатки, контролировать их. В книге написано, я должен от них избавиться. Именно избавиться. И это очень важно. Но избавиться же я от них не могу. Какая я от алкоголя, как я от всего. Вот. И мне нужна помощь высшей силы, которую я принял в третьем шаге. Вот. И чтобы эта помощь пришла, для этого я и делаю пятый шаг. То есть признаюсь перед Богом собой и другим человеком, что да, у меня есть проблема, которая обусловливается вот этими дефектами характера. И я признаю, что они мешают мне, и я через них навредил другим людям тоже. И там же и составляется список на восьмого шага. Вот. И для того, чтобы сделать пятый шаг, мне необходимо быть совершенно честным перед другим человеком. У меня должен быть готов список этих недостатков из инвентаризации по четвертому шагу. И это не просто разговор там. Это не просто разговор. Это жизненно важный для меня шаг. Жизненно. И только сделав его тщательно и честно, я буду готов приступить к шестому шагу. Вот. Который продолжает мое избавление. И в шестом шаге у меня уже должны быть прописаны вот эти все мои дефекты. Я должен обрести готовность избавиться от них. А готов ли я вообще от них избавиться? А готов ли я, чтобы Бог избавил меня? А сможет ли он избавиться? Вот об этом и есть шестой шаг. Вот. А от чего я прошу его избавиться? От чего я прошу, чтобы Бог меня избавил? И путем работы по первым пяти шагам я понимаю, что корень всех моих проблем это эгоизм и эгоцентризм. А вот симптомы и корень всех наших проблем. Вот. А вот симптомы этого, они могут быть у всех у нас разные. Поэтому я не описывал там чисто свои дефекты характера, потому что у каждого они могут быть разные. Разные. Вот. Но все это привело нашей жизни и мою же в частности к неуправляемости. Вот. Я не могу поменять прошлое, но я могу просить Бога избавить меня от того, что мешало мне в прошлом, чтобы вот эти проявления не вредили мне в будущем и моя жизнь стала лучше. И иногда может показаться, что готовность к изменениям люди так думают, многие говорят, что да, вот Бог изменит, там Бог заберет от меня. Вот. И может показаться, что готовность приходит сама по себе. да, или вдруг человек становится готов. Это вообще не так. Это вообще не так. Во-первых, Бог не забирает сам по себе. На моем опыте я это вижу. Это моя работа, большая работа, чтобы он это забрал. И в первую очередь эта работа, это жизнь во имя других людей, это жизнь во имя помощи другим людям. Вот там больше всего, чем больше я этим занимаюсь, тем быстрее я освобождаюсь от своих дефектов, потому что мой эгоизм говорит не помогай никому кроме себя. Не помогай. Не делай ничего бескорыстного. Нет, ты что, ты что, фраер что ли? Что вдруг? Пусть для тебя делают. Вот что говорит мой эгоизм. И поэтому помогаю другим людям. Это огромный инструмент для освобождения от этих вот дефектов. И часто я не хочу отказываться от каких-то дефектов. Многие не хотят от каких-то из-за страха, допустим, я не хочу жить, я долгое время не хотел там на работе выписывать квитанции для этого, для налоговых, о продажах. У меня там свой магазин, и я не хотел выписывать. Я боялся, что если я начну выписывать, я не буду зарабатывать. Вот, что я буду отдавать больше налогов. я боялся, у меня был страх этого, или если я не буду жить на своем, откажусь, буду просить отказаться от эгоизма, откажусь от эгоизма, я перестану получать блага в жизни. Это тоже такая мысль есть. Вот. Поэтому часто это очень бывает, что я не хочу отказываться от всего, от чего-то да, от чего-то нет, и только из-за страха не получить или потерять. Опять же, да, вот, что якобы важно для меня. И тогда я живу с некоторыми этими дефектами, даже испытывая боль. Я боль испытываю, но я живу, до того у меня нету готовности отказаться, пока я все-таки не дохожу до своего дна, и все-таки не обретаю готовность. Вот, и поэтому мне очень важно просить о готовности, если у меня ее нету. Окей, поэтому с этим я долго все равно не смогу прожить этими дефектами. Это уже проверено. Очень важный момент шестого шага, как я говорил, это быть полезным другим людям. Вот, это формирует меня по-новому и помогает мне избавиться от моих дефектов. Седьмой шаг, я прихожу к седьмому шагу в готовности, да, если я сделал честно шаги с первого по шестой, то у меня уже есть опыт осознанного контакта с высшей силой, у меня есть доверие к ней, вот, и готовность избавиться от дефектов моего характера. В седьмом шаге я на более глубоком уровне принимаю свое бессилие перед этой жизнью, перед этими проявлениями, вот, и у меня появляется больше доверия к Богу. Конечно, уже седьмой шаг, вот, и я прошу его избавить меня от дефектов. И, конечно, сразу ничего не произойдет. Может быть, от чего-то, как-то, да, но что-то в любом случае останется, и это что-то будет большинство. Вот, и это работа на всю оставшуюся жизнь. И шестой, седьмой шаги, они такие маленькие в книжке, и кажутся такими незаметными, но это одни из самых важнейших шагов. И я какое-то время, у меня был период, я раз посмотрел, на них, прочитал их, когда мы делали программу со спонсором, помолился, и все. А потом он начал возвращаться, вот этот мой эгоизм. Ох, как он начал возвращаться. Он так вернулся, что добил меня до инфаркта, уже в выздоровлении, а жену мою до тахикардии. Вот как он вернулся. А потому что я пропустил вот эти шестые, седьмые шаги. Я пропустил четвертый шаг. Я сделал его, но я думал, вот, печать поставили, нормально, живем дальше. Нет, на ежедневной основе, до конца жизни, я должен выявлять вот эти все вещи внутри меня и избавляться от этого. Вот, и опять же, я прихожу к восьмому шагу, к девятому, к восьмому, к девятому, где я уже подметаю свою сторону улицы, где я вижу людей, которым я нанес ущерб. Я возмещаю его, потому что это очень жизненно важно для меня. И таким образом я завершаю изучение, избавление и чистку в своем хозяйстве. Вот, я прихожу к состоянию духа, вот, к ощущению Бога в своей жизни уже, как говорится, с опытом, с опытом всего, с опытом видения, с опытом избавления, с опытом осознанного контакта с высшей силой. Вот, и применяю на ежедневной основе десятый, одиннадцатый, двенадцатый шаг, как часть моей жизни, как образ жизни. Вот, это и будет уже мой образ жизни. Вот, как говорится, я вошел в сияние духа. То есть, я делаю эти действия, которые заложены в шагах с первого по девятый, и я нахожусь под охраной высшей силы. У меня пропадает навязчивая идея, у меня совсем другие мысли, совсем другие мотивы, и я вам скажу напоследок по этой теме, что я от многого избавился. Есть такие вещи, которые я делал раньше, о которых я подумаю сегодня, у меня волосы на руках стоят. Как я мог такое делать? Я вообще не представляю. Совсем другие мотивы, совсем другие мысли, и это поддерживает мою трезвость, и ее качество. Поэтому большое спасибо, что меня пригласили. желаю всем избавления, душевного покоя, радости. Моя жена из Караганды, так что мы где-то земляки. Я женился уже четвертый раз в трезвости, после трех лет в трезвости. Ездил в Караганду, Бог мне дал смелость чужую страну. вообще я никогда там раньше не был к чужим людям, к девушке, с которой познакомился по интернету, как я туда поехал, чего я вообще не представляю. Вы понимаете? Ну, я говорю, господи, дай мне смелость, я, по-моему, влюбился, не хочу бегать туда, я как-то нормальный, в семью. И вдруг смелость появилась, и я поехал, и у нас была там свадьба, и я один был на свадьбе, и вообще из тех, кого я знал, вы представляете? Вообще никого не знал. И жена оказалась верующей, и на свадьбе не было ни одной бутылки алкоголя. Представляете? Я ей говорю, Вика, а я же не понимаю, я думаю, ну, я не пью, ладно, а люди? Я говорю, Вика, а как это? Как это? Ну, мы готовим там меню, я говорю, как это без алкоголя? Она говорит, у нас не пьют. Я говорю, а как? Я не понимал такого даже. Она говорит, ну, вот ты увидишь. И веселье раз лучше, чем с этой водкой. И никто не пил, и какие-то конкурсы друзья устраивают. Я был в шоке, в приятном шоке. Понимаете? Вот. И три раза я за год ездил, первый раз знакомиться, делать предложение, второй раз жениться, и третий раз уже привезти ее сюда, когда получил разрешение. И у нас сын родился, хороший сын, и все нормально. Все нормально. Ну, спасибо вам. Спасибо, Виталий, за спикерс. У кого есть вопросы к Виталию, по поднятию руки, баллы? Секунду. Секунду. Упал. Ой, извиняюсь, упал у меня этот. Да, пожалуйста. Спасибо, Виталий. Очень прекрасно. Давно, если честно, да, про честность давно не слышал. Прямо зеркалил. Много получил от твоего рассказа. Очень большую благодарность. У меня такой вопрос. Сейчас в данное время ты как работаешь? Ну, кроме это, сказал, помогать другими, отдать Богу. Еще какие там инструменты, методы твои хотел бы услышать. Спасибо. Спасибо. Ну, методы, как я и говорил, да, первые, есть два основных принципа программы для того, чтобы оставаться. Я очень много служу, да, много служу. Я спонсору, у меня 7 или 8 подспонсорных. Вот, то есть, я отдаю этому, я очень много занимаюсь сам, и, кроме того, я на ежедневной основе смотрю, что происходит внутри меня. И, вот, то, что я говорил, я это применяю. Вот, то есть, я нахожусь постоянно в этом нашем треугольнике, служения, единство, выздоровление. Вот, и я там нахожусь. Я принял, что это моя жизнь. То есть, 40% своей жизни я отдаю вот этому. И так я остаюсь нормально, как бы. Спасибо. Спасибо. Серик. Ветер добрый. Я Серик, алкоголик. добрый. Привет. Спасибо за спикерскую. У меня к вам такой вопрос. Как вы определили готовность? Не поменялось ли оно с вынужденностью или там еще схожими чувствами? Окей. Значит, алкоголь меня добил. Он просто меня добил. Вот как можно, вот он меня добил, и у меня был огромный испуг за свою жизнь. Хотя я два раза пытался кончить самоубийством, но уже на грани смерти мне почему-то захотелось жить. Вот, очень захотелось. И от этого у меня появилась готовность. Готовность появляется от безвыходности, от понимания своей безвыходности, от понимания, что все, твое положение на грани. Вот от этого у меня появилась готовность. я пришел в анонимные алкоголики, я пришел семь дней трезвый я был, Бог снялся, забрал от меня тягу, и Бог дал мне готовность. Готовность это подарок. Подарок, потому что у нас написано готовность сделать все ради достижения цели. У меня такая готовность была. Я еще не знал, что такое все. Вот. Я был готов жить на группах, я это все был готов делать. Да. Слушать я был готов. Козло меня я готов. Но когда дошло дело до избавления от дефектов характера, ооо, там уже мало было готовности. Там нужна была готовность воевать. Это война. Мы, как написано, ни с чем, ни с кем не боремся, конечно. Но мы ни с кем, ни с чем не боремся, чем боролись раньше. Ни с женами, ни с мужьями. Вот с этим мы не боремся. А вот с собой тут приходится бороться. Тут война. Я же должен отказаться от себя старого. Война. Я туда гранаты должен закидывать. И на это мне нужна готовность. Вот. и очень часто у меня готовность с чем-нибудь справиться, от чего-нибудь отказаться бывает. Часто приходит через дно. Я тоже варюсь, пока я вижу все. Все. Я варюсь, я не хочу это делать. Вот не хочу, я считаю, я прав. И никто меня ничего никуда не столкнет. Но теорию-то я знаю и практика у меня есть. И я понимаю на каком-то этапе, что к хорошему это просто не привезет. Что мне лучше поднять лапки и сказать я не прав. Хорошо. Все. Я готов. Что надо делать? Тогда я поднимаю спонсору и говорю ну что мне делать? И все. И лучше и делаю. Вот. Спасибо. Огромное спасибо. Вопрос. Балов у меня. Всем привет Баловка. Привет Баловка. Виталий у меня не знаю по опыту у тебя было не было у меня сейчас такой момент я прошел вот этот цикл но вот это как говорится внутри нету раньше было у меня такое счастье покое это для меня было счастье внутренний покой как алкоголику не надо никуда бежать там это суетиться ну покой просто и когда у меня деньги не было работы не было но внутренне покоя было а сейчас у меня из-за отношений вот этот покой уже рушился я понимаю как книги написаны 69 надо помогать другим ну не получай как не получается хожу на группу подспонсорных нету ну не знаю богу именно именно в отношениях именно в отношениях да показывает дефекты своей через нее спасибо да но я думаю так что мне не поможет служение на группе в поиске душевного покоя в отношениях мне нужно искать его в отношениях мне нужно вносить идею бога именно в отношениях не на группе на группе у меня нормально все что мне там искать а вот в отношениях я должен посмотреть где там что не так и в основном это мой опыт это проявление моего эгоизма там моего это я опять хочу чтобы было как я хочу да опять я хочу я вообще не беру вторую сторону потому что факты показывают что эгоист я а я не просто эгоист я эгоцентрист а эгоцентризм это эгоизм довезенный до совершенства о да и какая бы моя жена не была эгоистичная моя жена факты она не алкоголик и факты доказывают что я в сто раз больше ее эгоист в сто раз и когда я смиряю свой эгоизм дома то несмотря на его эгоизм у нас все хорошо у нас все хорошо поэтому я должен вносить вот эту идею бога или другими словами принципы бога или другими словами духовные принципы во все свои дела дома на работе в АА за рулем и смотреть где меня раздражает что-то вот там я должен смотреть что у меня там не работает у меня но я же часто смотрю у нее что там у нее а ты вот нет да нет все во мне это мой опыт айдос алкоголик спасибо за спикус прям в душу насчет страха вот хотел страх ожидания и вот страх уступить вот у меня вот такие вылезли как бы я вообще там окей спасибо ну во-первых страх дефект характера страх где находится страх он находится там впереди где-то мы еще туда не пришли но я уже боюсь что там будет я боюсь уступить потому что я думаю если это в отношениях или потому что я думаю что меня посчитают слабым это мое эго говорит но еще ничего не случилось еще никто ничего не посчитал да еще я не дошел туда чтобы уступить но я уже боюсь вот а чего я боюсь потому что я не знаю что там будет а почему я должен думать что там будет у меня есть высшая сила я я должен полагаться на нее пословица наша говорит делай что надо и будь что будет а я должен быть избавлен от страха это вредно это плохо для меня самого вот я должен быть избавлен я не должен бежать вперед многие люди боятся смерти допустим какой смерти еще нету а когда она придет меня уже не будет и чего я боюсь и вот я живу лет 40 думаю до скольки я буду до 120 ага хорошо и вот мне 50 и я буду еще 70 лет бояться смерти ну понимаете в чем дело поэтому я осознаю это все возвращаюсь здесь и сейчас сегодня и говорю мне не надо идти вперед там сплошные страхи сплошные там столько найду я живу здесь и сейчас а сейчас это происходит нет так и не парся еще последний вопрос спасибо отдыши вот такой вопрос вот в молитве у меня мысли в другую сторону уходят нормально молюсь но хочется подраться там или там голос голову оторвать нормально смотри у нас написано в книжке что молитва дает эффект при регулярном ее использовании и чем регулярнее и чаще я это делаю тем я чем я пытаюсь во время молитвы сосредоточиться на самой молитве тем у меня быстрее это получится возможно это возьмет год возможно это возьмет два вообще не важно главное действие а то что там мысли приходят ну что я могу сделать я бессилен перед мыслями но я продолжаю делать действие которое мне говорит программа молись молись пробуй пробуй так пробуй так когда-нибудь это придет это придет мы не становились алкоголиками за один день и буддистами мы не станем за один день мы не станем мы не станем медитировать там по часу там ничего не видеть самолет пролетел все равно камень рядом граната упала мне все равно да не мы же алкоголики е-мое практиковать просто и все и все будет хорошо не принимать себя слишком серьезно нормально вам спасибо ребята здорово спасибо спасибо большое за спикерскую всего вам доброго теплой вам теплой вам зимы спасибо до свидания всего доброго ребят спасибо всего счастливого спасибо большое спасибо обещание программы Если вам будем чать...